Привет, ребят! Это у нас игра Clash Royale, и сегодня я буду продолжать играть на турнире, который на 1200 карт, ну и, соответственно, сегодняшний выпуск также обещает быть долгим. Что бы мне хотелось сказать? Всё плохо. Всё плохо, потому что я с моего 50-го места, соответственно, слился, потому что другие игроки, которые поднялись покупкой, меня оттуда просто вытянули. И получается так, что я ещё и слился с 300 трофеев. А с чем это было связано? А связано это с тем, что противники, против которых я играл вне записи, использовали такую замечательную колоду, как Гигант плюс Вышибало, ну и, скажем, Пойзон. И я не знаю, как её можно законтрить. Это просто невозможно, я считаю. Можно её законтрить варварами, но нужно ждать, пока, соответственно, Вышибало дойдёт до вышки. А за то время, когда он дойдёт до вышки, уже лупить по вышке будет Гигант, и ты уже ничего не сделаешь. Контрить воздухом? А как, если он кидает Пойзон? Поэтому я просто не знаю, как можно выигрывать у таких противников, когда я против них играл, и именно выигрывал их, мне просто везло. И именно на этом я поймал себя, то что... А почему? Почему все так активно стали юзать этого самого Вышибало? Неужели его когда-то именно пофиксили в лучшую сторону, я это дело всё пропустил? Или же просто люди какую-то для себя новую офигенную колоду открыли? Я не знаю, но это стало реально очень сильно, как-то, мягко говоря, выбешивать. То, что абсолютно каждый противник практически играет с этой самой колодой. Это знаете, как в первое время появления турниров все прочухали то, что отлично можно справляться печкой, играя против оппонентов, потому что у всех девятой вышки. То есть ты имеешь седьмую печку, и в любом случае хотя бы один огненный дух до вышки противника добегает, и, соответственно, носит хоть какой-либо урон. И именно поэтому многие тащили. И тут абсолютно такая же ситуация. Я не знаю, что можно сделать в этой самой ситуации. Я готов с уверенностью заявить, что это просто какой-то реальный дисбаланс творится. И как играть, я без понятия. Я, конечно, скину здесь разряд, обязательно, чтобы отбиться от его миньонов. И вообще у меня дикие сомнения насчёт того, что я смогу за этот турнир получить хотя бы немного карт. Потому что турнир, который был в начале, просто кардинально отличается от того турнира, что сейчас. Потому что все противники настолько жёсткие, что я даже не знаю, что можно им противопоставить. Скидываю, значит... Ой, а миньонов зря скинул. Но опять же, кто же знал, что будет дракон, ё-моё. Никто даже и представить себе не мог. Я, конечно, попробую здесь докинуть принцессу в надежде на то, что она меня спасёт. Гиганта справа уже во всю Ивановскую лупят стражеки. Их стражеки, кстати, тоже такая отдельная тема. Очень бесячие сами по себе юниты. И что с ними делать, я также не знаю. Кстати, вышку у меня вроде как получилось не отдать. Но 259 хп, это что-то как-то не солидно. Так, его стражки добежали. Самую малость, ну, покоцли мою вышку. Поэтому, ну, получилось-то, конечно. Но ничего страшного я в этом особо не вижу. Так, что будем делать? Можно вот такой вопрос вам задать? У него сейчас в колоде однозначно есть пушка. С этим тоже нужно что-то делать. А стрелу он потратил только что. И поэтому давайте попробуем этим воспользоваться. Подождём, пока его мушкетёр воткнётся в гиганта. Сделаю, значит, ребят, я вот так вот. Тут, пожалуй, добавлю принцессу, чтобы снести всё это дело. Ну, по крайней мере, попробовать. Далее прилетит разряд вот сюда вот. Особо-таки, кстати, урона я и не нанёс. Моя принцесса умирает от его стрел. Только не говори, что лаву успеешь скинуть. Спасибо. Дракончика вроде должны успеть забрать. Да? Да, отлично. После этого выпускается на мапу по левой стороне мой гигант. Тут докидываются миньончики, значит, так вот. Это всё дело выглядит. Пожалуй, ещё добавлю здесь шахтёра. Почему бы и нет? А тут вообще ещё можно скинуть принцессу, чтобы он думал на ту тему, а куда ему можно было бы скинуть, скажем, стрелы свои. Так, и, по-моему, я уже и так практически потерял вышку. После этого, ребята, делают так. Нужно уже, наверное, забирать у него правую сторону. То я боюсь не успеть. Это просто-напросто всё дело сделать. Далее докину здесь своих миньонов. Значит, ещё добавлю, пожалуй, шахтёра. Тут прилетит разряд, чтобы уже в ближайшем будущем выкрутиться именно хотя бы на ничью. А потом уже за дополнительное время, что у нас будет, мы попробуем что-нибудь сделать. Да, отлично. Так, в принципе, и получается. Что я делаю теперь, соответственно? Я здесь скину, значит, принцессу, ребят. Против его... 30 минут я понял. Спасибо большое, что напомнили про это дело. Ты что, турнир уже совсем скоро закончится. Это не особо хорошая для меня новость. Так, ребят, нужно проходить к его вышке слева просто однозначно. Так, его гонча толком ничего не сделала. Это неплохо, я думаю. Тут я, пожалуй, добавлю разряд. Наш гигант, кстати, толком-то и не выжил. До вышки там уже просто он... Ну, без хп дойдёт. Это хреновая новость. Ну, пару тычек он всё равно сделает, что, безусловно, приятно. Так, как будем поступать теперь? Вопросец вот такой передо мной стоит. Варварами однозначно нужно контрить мушкетёра, потому что если он сделает связку с этим самым мушкетёром, ничего хорошего из этого не выйдет, в общем-таки. Так, миньончики, пускай здесь чапают. Тут, соответственно, здесь я, пожалуй, дам разряд, чтобы забрать большинство его мух, а то они мешают мне довольно-таки сильно. Так, гигант не выжил, не сделал ни одной тычки. Это хреново. Вот что хочу вам сказать. Лол! А как я у него центральную башню забрал, кто мне скажет? Это чё, варвары, которых я скидывал, чтобы забрать мушкетёра? Это сделали? Серьёзно? Нифига ж себе. Ну, прикольно. Вот это вот, кстати, было неожиданно. И 38 кубков мы получаем с оппонента. Это нам, в принципе, даёт надежду двигаться дальше. 8 карт за турнир мы уже можем получить. Конечно, мелочь, но всё же. А я вообще планировал войти там в сотку, побороться за призовое место. Конечно. Не имея боулера, ты просто-напросто будешь только и делать, что сосать лапу. Потому что иначе это дело никак не описать. Так, нужно обязательно сделать довольно большое расстояние между мухами и принцессой. Также у меня на готове разряд. Ой, разряд всё-таки зря я потратил, потому что башня перефокусировалась. Но, с другой стороны, тогда бы нашего гиганта просто уничтожила адская башня. Это как факт такой. Но, в любом случае, мы бы не смогли провести нормальную атаку, потому что поздно противник прилетел. И, в общем, много чего неприятного. Поэтому так. Варвары, я думаю, мне здесь однозначно должны будут помочь. Заберём его шахтёра, потом заберём его стражиков. Соответственно, ледяной дух просто так потратится у него. Потому что морозить варваров в такой ситуации, по-моему, не айс. Затея. Далее, ребята, я сделаю так. Добавлю огненных духов. Ну и, соответственно, будем смотреть за тем, что имеется. Отлично, кстати. Вот его вышибало. Сейчас согрелся на то, что мне нужно. Ну и, опять же, песня о старом у противника. Опять же, боулер. И что мне с ним делать, я не знаю. У него в колоде есть поизон, вышибало. И это всё. Уже почти фениталя. Если сейчас бы он успел скинуть гиганта к этому самому товарищу боулеру, то у нас бы были огромные проблемы. Вот что хочу вам сказать. Ну, раз он этого не сделал, я скину своего. Правда, это было поздненько, по-моему, вам не кажется. Да, всё-таки оно так и выглядело. Поздний-поздний товарищ прилетел. Законтрили наше добро. Всё это. Слушайте, ну давайте, раз он скинул шахтёра, я тоже своего скину. По идее, гигант должен справиться. Несмотря на то, что там его и вышка, и стража рубят. Да, отлично, ребят, вышку мы у него справа всё-таки в итоге конечном забрали. И при этом ещё шахтёр постарался забрать у него зубурщик. Пока, главное, его башня не была активна. То есть мы её в это время ещё не задели. Мы смогли много чего интересного сделать. Теперь у меня в планах провести довольно-таки интересную связку. Давайте посмотрим, получится ли у меня это сделать. Я скидываю, значит, тут варваров. Далее добавляю огненных духов. А, ну и после этого... А, точно, буллер, пожалуйста. Не говорите про это, я забыл. Просто всё этим сказано. Вышибала, который не даёт никакого шанса практически. И что делать в этой ситуации, я не знаю, честно. Нужно что-то придумывать с ним однозначно. Что придумать, я также без понятия. Так, ещё и поизон до кучи от оппонента прилетел. Второй, второй, здравствуйте, сэр. Не рад вас видеть, не буду лукавить. После этого давайте поступлю так. Скину огненных духов в надежде на то, что кто-нибудь из них дойдёт. Вот так, ясно, просто разряд говорить не. Никто не дойдёт. Что-то ты это себе там напридумывал, нафантазировал. Три вышибалы, ты чё, друг? Тебе не кажется, что это слишком жёстко? Три буллера, ё-моё. Это только мухами контрить, но муха... Ты сам законтришь поизоном, понимаешь, да? Насколько всё у меня плохо. Чё делать-то, ребят? Вот такой вот вопрос можно я задам вам? Потому что я не знаю, чё делать. Ладно. Да, он решил уже мою эту вышку справа рубить. Но это, в принципе, да, хорошая затея. Тут ничего не скажешь. Так, варваров скинул тут. Тут я, наверное, добавлю гиганта, ребят. Иначе я не знаю, как поступить. Можно было бы ещё. А также огненные духи почапают. А, у него же инферно есть. Ё-моё, я забыл. Так, скипаем. Обязательно я успел. Да, успел скипнуть. Забираю, в общем. В итоге, конечно, мы, ребят, это наш шанс. Его ледяный дух, конечно, мне всю картину в целом попортил. Но ничего страшного, потому что мы его победили. Но опять же, видите, мне тупо фартануло. Потому что противник, во-первых, не с максимальной прокачкой высшей баллы. По-моему, пятого левела можно взять эпическую карту на турнир. Либо пятого, либо четвёртого. Не помню. Он у него был всего лишь третьего. Поэтому нам здесь фартануло. Так, 374 трофея, девятый левел. Блин, ребят, если мы его сможем победить, то будет просто охрененно. Я, конечно, в этом сомневаюсь. Потому что, мне кажется, этот товарищ из разряда таких вот довольно-таки опасных противников. Но сейчас увидим. Так, в общем, смотрим за происходящим. Ледяной маг, да, значит, с его стороны. Смотрите. Давайте подождём, пока его ледяной маг воткнётся в гиганта. Далее я, наверное, скину, кто там, принцесска. Ну, принцесску, наверное, даст. Шахтёрчка можно. Попытаться задефать шахтёр. Да, отлично, шахтёр. Работает, как только нужно. После этого я, пожалуй, и скину, значит, тут варваров. Блин. А инферно воткнулось во всё, что только было нужно. И сейчас разряд абсолютно я напрасно скинул. Насколько я понимаю, да? Гигантам мне не засейвить абсолютно. И плохо дело. Плохо дело, ребят. Я, конечно, чётко покоцал его левую вышку. Слушайте, ну, может, раз я его левую вышку уже начал коцать, это как бы, может, такой намёк, типа, мол, Дань, бери и иди на левую сторону. Хотя не знаю, как оно всё обстоит тут. Слушайте, а что у него за колода? Всё понятно. Гигант плюс ледяной маг, это уже нехорошо. Так, что сделать? Что сделать? Что сделать? Сделаю так, ребят, сделаю так. И сделаю так, пожалуй, в надежде на то, что мне это поможет. У него один гоблин дошёл до вышки. Это сейчас пипец, какой урон будет залетать. Ещё там и принцесса позади лупит. Я не знаю, что делать. Это всё, это минус вышка будет. У него гигант, просто гигант протолкнул гоблина, он воткнулся в вышку и тыкал, 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 тыкал. Пипец. Просто жесть. Вот эти гоблины, они настолько жёсткие. Чем мне контри час его принцессу? Только своей принцессе, правильно. Поэтому скидываем. Ну, короче, всё понятно. Абсолютная контра нашей деки у противника. Гигант не может дойти до вышки. Это как факт отметить стоит. И что делать? Честно говоря, у мани приложу. Нужно его варваров... Нужно, вернее, моими варварами останавливать его гиганта. Тут нужно обязательно скинуть разряд. Успею? Да, отлично, принцессу я ему не отдал. Это хорошо. Ну и как сейчас быть? Сейчас, в принципе, можно попытаться сделать вот такую вот связку. Так, ледяной маг воткнулся во всё, что было нужно. Разрядом он забрал всё-таки. В итоге, конечно, мою принцессу нехорошая для меня эта новость. Но по-другому никак. Он уже слил зап, поэтому, ребята, это наш шанс залететь сейчас достойно. Правда, вот его принцессам немного чего портят. Но вышку я, кстати, заберу. Это хорошая новость. Всё-таки варвары себя отлично проявляют. И мне это нравится. Инферно, он успеет поставить? Ух ты, дружище. А ты Инферно поставить не успел. Я поэтому скину здесь разряд, чтобы твоя адская башня не выпалила гиганта слишком быстро. И чтобы у меня был хоть какой-то шанс. Так, ребята, смотрите, как я, значит, поступаю. Я делаю вот так. Далее я тут, значит, добавляю товарища шахтёра. Огненные духи залетят с этой стороны. Также я, пожалуй, добавлю здесь принцессу. Ну и вроде бы я в итоге, конечно, всё-таки отбился. Тут ещё надо разряд. Да, кучи скинуть, чтобы забрать всю эту дичь. Так, ну что? Надо ломать вышку, именно которая справа. Иначе... Не знаю, что делать ещё можно было бы. Так, гиганта скидываю тут, потому что там у него по центру ледяной колдун тусуется, как ни крути. Поэтому делаю так. Если он сейчас поставит адскую башню, это, возможно, габела для меня будет, честно вам, ребят, скажу. Гигант всё? Минус? Да, минус гиг. Всё, это слив, пацаны. Я атаку успешную не провёл, при этом его успешную атаку пропустил, и поэтому мне здесь уже ничего не сделать. Гигант меня просто зарубит. А, у него ещё и ракета. Поэтому здесь абсолютно без шансов мы проигрываем. Так, а сколько кубков мы проиграли, можно уточнить у вас? Пятнадцать. Ну, пятнадцать, это, в принципе, ещё не так уж и много у меня было сегодня, то, что слил, по-моему, я тридцать копейками. Это вот было реально неприятно. Это он же мне попался, или мне кажется? По-моему, показалось. Или просто реально второй раз я нашёл его, в чём я, конечно, сомневаюсь, либо мне реально показалось. Ладно, ребят, давайте лучше будем играть. На эти темы я, как бы, не особо хочу думать. Слушайте, ну, начинается всё так же. Слушайте, неужели это он? Я просто реально забыл никнейм того товарища, но мне почему-то он напоминает его. Не знаю, чем. Ладно, сейчас посмотрим по колоде. Не, походу, это другой. У него Валькирия имеется в деке. За такое время, что прошло, после того, как завершилась прошлая катка, я не думаю, что он успел бы сменить колоду. Соответственно, много чего такого именно сделает. Тут давайте я добавлю своего гиганта. Я не буду ещё и варвара добрасывать, чтобы это всё дело завалить. Не хочу. Это, мне кажется, дорого нам встанет. Это, конечно, да, потеряю я много хп на вышке, но, ребят, это, я думаю, того стоит. То есть, воздержался от дефа королевского гиганта варварами. И, соответственно, вот, что мне это дало в итоге и конечном. Это минус вышка, как вы сами уже, я думаю, могли понять. А принцессу не хочу терять, поэтому попробую фаерболом отбить варваров. Хотя, возможно, это не имело смысла. Но, с другой стороны, в этом тоже есть свой плюс. Видите, ему сейчас пришлось кинуть ледяного колуна, чтобы отбиться от моей принцессы. Хотя, возможно, он в любом случае бы его там скинул, не знаю, честно. Но, в принципе, не суть. Так, где его королевский гиг? Он сейчас уже вот-вот должен пойти вроде. Если я, конечно, ничего не путаю. Но я бы скидывал. Слушайте, ребята, у меня есть отличная связка. Она называется Варвары, Миньоны и Огненные Духи. Давайте глянем, что получится. Вот, правда, принцесса не особо входила в мои планы. Вот что вам скажу. И поэтому, господи, просто Валька и Зап с двумя вышками отработали абсолютно наизичь их связку в 10 эликсира. То есть, ценой в 6 отработать 10. И при этом я только что слил варваров, сами видели. И теперь его королевского гиганта мне нечем задефить. Но я, конечно, да, мастер. Вовремя-вовремя начинаю проводить свои мега-опасные связки. В этом просто где равных нет. 20 минут. Очень плохо. Я понимаю, да. Понимаю, что турнир уже практически закончился. Можете не напоминать мне об этом. Понимаю, что дела так себе обстоят. Давайте, вот, кстати, ребята, такую связку можно попробовать провести. А, кстати, довольно-таки вроде неплохо он скинул свое вот это вот добро. Здесь прилетает мой разряд. Забираем некоторых его товарищей. Попробую докинуть еще миньончиков. Рубим его варвара. Соответственно, мой гигант немного накоцал его вышку справа. Но даст ли это много чего мне? Без понятия, если честно. Что мне сейчас предпринять? Где его коргик? Можете мне сказать? Сейчас должен он пойти вроде как. Пойдет? Нет? Нет, я его, кстати, пока не вижу. Так, ладно. Давайте тогда опять же будем проводить свои нападения, свои наступления и прочее-прочее. Так, огненные духи в очередной раз. Залетает от личного скидоразряд. Я сливаю свой разряд. Коцую, коцую его вышку справа. Может быть, это мне что-то даст. Все-таки в итоге, конечно, может быть и нет. Фаерболл добавляю по правой вышке. Возможно, это также было напрасно сделано, но не знаю. Миньончики. Ой. Траблы, по-моему, небольшие у нас с вами на горизонте. Попробую здесь докинуть еще варваров. В надежде на то, что они мне помогут. Вот, в принципе, два косаря хп, он за заход один явно не заберет. Это всем, я думаю, понятно. Так, здесь, пожалуй, скину огненных духов в надежде на то, что мне это поможет. В принципе, да, отлично. Огненные духи нанесли просто офигительный урон. Слушайте, что мне делать с его правой вышкой? Я понять не могу. Так, кстати, он только что потратил поизон. Это четыре эликсира, извините меня. Этим нужно попытаться воспользоваться. Так, я, значит, скину здесь фаерболл в надежде на его варваров, но их нет. Вот это вот нехорошо. Кстати, а шахтер коцал все это время, притом довольно хорошо коцал. Так, гигант сделал одну тычку, ребят. Вторую тычку, к сожалению, не сделал, но зато смотрите, что делает шахтер. Шахтер делает все, что от него и требовалось на самом деле. Поэтому я просто добавляю второго шахтера по этой стороне. И сейчас, если его не хватит, добавлю фаерболл. Ну, фаерболл я в любом случае скину. А хватит шахтера или нет, это не важно. Поэтому, ребят, все, это победа. Слушайте, хорошо получилось. Прям вообще доволен я этой каткой. Противник просто играл с пофикшенным Корги Гом. Может быть, из-за этого я и победил. Три-четыре кубка, это ровно на девятнадцать штук больше, чем мы потеряли в нашей прошлой атаке. Хорошо, едем дальше. Десять карт я могу уже получить за турнир. Господи, не так давно для меня это уже были мелочи, потому что я мог получить сотку. А сейчас я радуюсь такому количеству. Ну, в принципе, ладно. Ребят, ну, я думаю, вы уже поняли, да, насчет этого противника. Четыреста четыре кубка говорит нам о многом. Поэтому здесь, ну, хотелось бы постараться его, соответственно, победить. Так, его, мушкетер, мне уже не нравится, если честно. Боюсь представить, что он там задумал все-таки. Ладно, сейчас посмотрим. Так, пока все понятно. Мне не нравится. Мне это не нравится абсолютно. А его ледяной дух все-таки что-то там сделал нам. Опять Валькирия. Это самая очень такая одна из неприятных карт. Она по себе довольно жирная. Но, кстати, бьет она не столь больно, как могло бы быть. И могло бы показаться. Поэтому живем. Живем, ребят. Опа. Я хотел сейчас докинуть миньонов и шахтеров. Но сейчас я понимаю, что это все дело смотрелось бы лучше тут. Успею, принцесса? Да, ребят, смотрите, я еще и принцессу успел засейвить. Это прекрасная новость. Потому что сейчас наша полудохлая принцесса будет ему дико досаждать. И самое главное, знаете, что обидно тратить на нее столько эликсира. Я более чем уверен, кстати. А что мне сейчас его мини-пека делать? Разряд, наверное, придется бросать. Я просто не знаю. Карта не было. Гиганта жалко было скидывать. Потому что он бы столько урона получил. Тут я, пожалуй, отдэфуюсь огненными духами. Иначе, ну, соответственно, вы сами понимаете, что будет. Очень много урона я пропущу. Мушкетер сам по себе довольно-таки товарищ бьет. Ну как, держит наоборот удар недолго, но бьет больно. Вот что хочу вам сказать, ребят. А принцесска наша, в принципе, не спала. Очень даже нехило код сила. Здесь, кстати, нужно миньончиков. Я думаю, добавить, если он сейчас поставит сборщик. Будет просто прекрасно. Потому что шахтер у меня как бы наготове. Все нормально. Ну, блин, сборщика я его не вижу. Стоит ли... Не, не хочу, ребят, тратить шахтера. Потому что это один из наших таких отличных возможностей. Ну, одна из наших таких хороших возможностей. Его потратить, чтобы снести сборщик. Кстати, а принцесса чисто исправилась. Отлично. А сейчас бы тратили шахтера. Занимались вот такими вот вещами нехорошими. Что делать с его мини-пека? Я скину, пожалуй, гиганта. На этот раз я не буду тратить вот так эликсир. Например, скажем, шахтера того же самого. И помаленьку-помаленьку там отбиваться. Запами и прочим-прочим. Я лучше сделаю вот таким вот образом. Так, смотрите, сейчас дожидаюсь, пока гигант... В гиганта воскнется его центральная вышка. Далее делаю так. Соответственно, делаю так. Попробую сейчас добавить здесь миньонов. Слушайте, вот на Валькирию скидывать варваров было, по-моему, вообще идиотским решением. Конечно, ну ладно. Так, ну что. Полторы тысячи хпс. Пожалуйста, мушки, теперь не в принцессу. Спасибо. Я доволен. Так, ой, не-не-не, дружище. Ты что-то как-то это плохо все, по-моему, затеял. Я кину разряд, чтобы хок не бил очень сильно. Гигант, кстати, практически все, что я хотел, сделал. Это замечательная новость для меня. Варвары, пожалуйста, друзья мои. Где вы там были? Очень вас не хватало миньончики. Еще тоже хотелось бы вас тут увидеть. Далее, ребята, пойдет, соответственно, шахтер. Хок, да, заберет, скорее всего, мою вышку справа. Это однозначно. Скину, пожалуй... Да ты что, гонишь, братан? Это что, мне сейчас зап придется тратить еще? Не-не-не-не, не хотел бы я, но пришлось. Что делать, ребята? Он у меня довольно жестко сейчас прессингует. Хок бьет, мушки тер бьет. И самое что, обидно, нечем дефаться. Есть, конечно, чем дефаться, но неуместно это... Боже! Как он так смог чисто одним хоком столько урона нанести? Я понять не могу. Жесть. Просто жесть. Я-то думал, сейчас вышка быстро завалит хога. Мы с вами пойдем дефать что-то другое. Ну, короче, все понятно. Опять что-то я себе там думал, и вот к чему это меня привело. Печально все, ребят. Такие вот глупые поражения идут. И это обидно. Реально обидно. Довольно давно не было колоды с вышибалой. Вам не кажется? Это нехороший знак. Боже, у меня сегодня прям вообще фейспалм на голове. Что я говорю? На лице. От того, как я сегодня всираю по-идиотскому. Просто действительно жуткий фейспалм. Идиотская дека сейчас... Ну, как, связка получилась, потому что гигант где-то там позади плетется. Это, в принципе, я умею. Я умею так делать. Наверное... Ну, что делать-то? Принцессу давайте скину. Может быть, она успеет мне помочь. Надеюсь, успеет. Так, она наносится плэшок. Это неплохо. О, ребят. Дело дрянь. Что делать-то? Я не знаю. Ждем, наверное, его ледяного колдуна. И скидываем миньонов. Иначе-то как можно поступить еще? Я, наверное, еще разряд потрачу, чтобы уж кучу вообще урона не пропустить. И шахтера попробую успеть скинуть. Надеюсь, получится. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин, ледяной маг не в шахтера ватнулся. Все плохо. Все прям пипец как хреново. Что делать? Я не знаю. Надо нормальные связки проводить, и все будет тогда неплохо. Ёлки-палки. А я уже слил фаерболл. Ну и что делать? Как дефать-то? Чем? Варваров? Сколько копить мне на них придется? Принцессу скидывать не резон. Ладно, скину. Ой, ребят. Что творится? Что за... Что за бред? Ой, просто уже минус вышка. Все плохо. Слушайте, есть ли смысл скидывать гиганта сейчас? Давайте скинем. Понятно, просто, ясно. О, еще и варвары. Дружище, ну ты прям вообще меня радуешь, конечно. Только не говори, если я сейчас скину миньонов, ты ледяного клубна добавишь, чтобы отбиться. Пожалуйста, не говори мне этого, я не переживу. Ой, господи, мне просто плохо. Почему все так хреново? Ну, опять у меня нет эликсира на его королевского гиганта. Он у него есть, а у меня нет, чтобы его отдефать. Ну, что делать? Серьезно, как мне быть в такой ситуации? Еще и шахтера добрасывает, который сейчас будет понемногу-понемногу нукоцать. Вот только сейчас на варваров у меня хватает, а уже вышки нет почти. Топово, просто охрененно. Ой, блин. Так же все хорошо начиналось. Почему все так плохо заканчивается? Вот, у меня такой вопрос. Ладно, все потому что я хренью занимаюсь, понимаете, да? Начинаю протупливать, идут идиотские сливы и все такое, короче. Нужно перестать тупить, заниматься хренью и прочим-прочим. Опять его варвары, боже, как ты задрал с ними уже. Я попробую добавить огненных духов. У нас гигант вроде как еще более-менее живет. Это неплохо, однозначно. Докину принцессу тут. Хотя как живет, он уже практически помер. 30 секунд у меня имеется. Я не знаю, хватит ли мне этих 30 секунд, чтобы что-нибудь сделать. Но я попробую. У меня уже нет вышки, вот в этом основная загвоздка. А времени очень-очень мало остается. Да заберите вы его ледяного кулуна, вы что прикалываете? Сколько он там стоять-то будет лупить по нам? Это жесть. 11 секунд остается. У нас всего лишь, ребят, гигант полудохлый доходит до вышки. Я запил... Да, я забираю эту вышку. Это прекрасная новость. И теперь мне нужно что-то придумать с его правой стороной, чтобы ее забрать однозначно. Но у меня левая вышка тоже почти снесена. Он скидывает сейчас своего королевского гиганта. И я боюсь то, что его коргик успеет. А мой обычный гигант не особо-таки успеет. И так... Так и происходит. Ну, просто понятно все. Топово, топово. Че могу сказать? Два поражения подред. Причем просто идиотских поражений. Мне прям зла на себя не хватает. Опять спустился. Просто я как обычно. Ну, вот эту катку хотя бы затащишь. Даня, че ж ты так сегодня позоришься прям вообще по-лютому? Таким идиотизмом занимаешься. Я не могу на тебя. Я сам себя в афиге. Так, ладно, давайте все будем делать четко. Не торопиться. Хорошо и размеренно. Че мне делать с его таким вот сборщиком, я не знаю. Потому что он... Он хорошо его поставил. И он будет сейчас, например, того же самого гиганта спокойно контрить. Понимаете, да? То есть это будет агр на него идти. Ой-ой-ой, опять эти стражи. Господи, как же они бесят. Че с ними делать? Как бы поступить-то с ними? Я даже не знаю. Принцесса попыталась накоцать. Но что мне это даст в итоге конечном? Я не знаю. Ладно. Не суть. Делаю, в общем... Гиганта на карту. Дали скидывогни. Понятно. Голем. Кстати, а гигант не сагрился вроде как на его именно сборщик. Это неплохо уже. Кто там дровосек? Ух ты, еще и дровосек. Для полного счастья мне его вообще не хватало. Ну че, наверное, принцесса тут. Дали, скорее всего, варвару. Как иначе-то. Но я бы в идеале фаербол на самом деле скинул. Ну ладно, я потерплю, не буду делать. Еще у него этот яд есть, который охрененно замедлит все это дело. У него дровосек, кстати, дошел до вышки. Этим все сказано, короче. Ну все. Была сторона, нет стороны. Понятно. Было приятно с ней поиграть, конечно. 10 минут, спасибо, я все понял. Эмммм. Почему все так плохо? Я понять не могу. Че делать? Я не знаю, че мне делать. У меня все хреново. Я туплю. Я туплю. Все печально, весьма печально. Как мне сейчас у него хотя бы вышку забрать в ответку? Сборщик еще и отвлекает все это дело. Ну, вышку я заберу. Хорошо уже. Да, заберу. Только не говори, что стражек сейчас отвлекут. Да, заберу. Хорошо. Так, еще я снесу сборщик. Тоже неплохо, в принципе. Че мне с его големом делать? Можете мне подсказать? Так, принцесса должна нам помочь отбить всю эту, собственно, шушеру. И далее нам нужны миньончики против его дровосека. Иначе люлей прилетит много. Поэтому обязательно я это дело скинул. Странно, на самом деле, яд от него. Не знаю, что он хотел им вытравить. После этого я поступаю, пожалуй, вот так. Далее вот так. Варвары появляются. Миньончики там позади также летят, что довольно-таки неплохо. Докидываю разряд с этой стороны. И, ребята, это, кстати, возможно наш шанс. Я еще добавлю здесь шахтеров. Надеюсь на то, что что-нибудь получится. Гигант с шахтером наносит хороший урон. Я кину еще разряд, чтобы застанеть вышку. Кстати, смотрите, два варвара справа. Центрально-то его лупят. Он, я не знаю, видит это или нет, но это так. Это очень может сказаться, на самом деле. На итоге, конечно. Просто гляньте на это. Вау. Во, ребят, вот сейчас, я думаю, вы поняли, что я стараюсь. Стараюсь реабилитироваться. Кстати, он хотел беспалевно дровосека на мою центральную вышку скинуть, но у него немного не получилось. Так, 34 кубка. Я, конечно, все равно не компенсировал все те трофеи, что я потерял тогда, но хотя бы немного. Боже, 199 место. Охренеть. Просто все настолько хреново, я вообще не могу. Не идут, не идут как-то сегодня, ребят, бои. Но это, извините меня, конец турнира, и тут зачастую так оно всегда и бывает, насколько я понимаю, потому что начало турнира и его окончание, это просто реально два абсолютно разных турнира, так как здесь абсолютно другой геймплей. Начинаются абсолютно более серьезные противники, то есть всякая, ну, игроки, всякие, которые, ну, не так хорошо играют, просто-напросто попали на этот турнир. Не знаю, то ли случайно, то ли как-то еще. Боже, ну, конечно, ледяному колдуну нужно было согреться на мух. Не на гиганта, а на мух. Да-да-да, спасибо. Крайне-крайне мне эта новость радует. Так, сейчас еще и медиона заберут, спасибо вам большое. Ну, гигант, хотя бы сделай пару тычек. Огненные духи долетели. За это вам огромная респектулька. Ну, тычку. Не знаю, стоило ли это того. Будем надеяться, что да. 700 хп как бы с вышки отжал. Так, что теперь? Первым делом, значит, мушкетера забираем, вторым делом гиганта. Все, предрешено, давайте так и делаем. Отлично, рубим, и, соответственно, далее это дело. Так, здесь, наверное, ребят, не буду тупить, просто-напросто скину фаербол, не хочу жидиться по эликсиру, чтобы потом не попасть в плохие, в общем, ситуации. Тут, я думаю, можно добавить миньонов, если у него нет фаербола, то мы в шоколаде. А насколько я понимаю, он у него есть, возможно, он его не тратит, либо у него нет. А, у него стрелы есть, кстати, тоже хреново. Варвара один дошел и сделал три тычки. Тоже, в принципе, нормально. Далее, я, пожалуй, докину принцессу. Кстати, 500 хп чисто варварам одним снести. Я думаю, неплохо, однозначно. Так, моя принцесска сейчас пострадает. Вот что довольно-таки нехорошо. Так, забираем, значит, его шахтера с двух фронтов, так сказать. Слушайте, есть ли смысл сейчас скидывать, например, гиганта плюс огненных духов? Как вы думаете? Я думаю, что нет. Поэтому я скину шахтера плюс огненных духов в надежде на то, что это сработает. Чем он будет дефаться? Понятно. Мушкетер просто в самый такой неподходящий момент появился. Но, ребят, шахтер как бы лупит, притом довольно серьезно лупит. Скидываю, значит, варваров сразу же. Надеюсь, то, что сможем его, мушкетера, побыстрее забрать. Да, отлично, забрали. А после этого я скину, значит, тут миньончиков, потому что сагрился его ледяной колдун на наше все это добро. Далее я попробую добавить гиганта. Вроде как не успел, на самом деле. Да, варвары немного вырвались вперед. Это хреново. Так что он сейчас сделает пушку. У него пушка реально была, что ли? Я что-то как-то не заметил. Так, смотрите, сейчас вышка агрится на гиганта. Я этим пользуюсь. Этим надо пользоваться. Смотрите, если он сейчас это не заметит, то у него проблемы будут. Он это не замечает, потому что он видит... А, нет, все-таки это он решил отдэвить мушкетерам. Или просто так получилось, что мушкетер на это сагрился. Но вышку я хорошо накоцал, как факт. Это, я думаю, отметить стоит. После этого я, пожалуй, докину здесь фаерболл. Значит, вот таким вот макаром. После этого идут варвары с этой стороны. Тут, значит, дам миньончиков, пожалуй, на поддержку себе. А шахтер здесь. Его гиганты смогли, ребята, отработать. Сейчас, надеюсь, сможем забрать еще и вышку. Не, не особо смогли пока что. Но, возможно, сейчас получится. Да, ребят, получается. Забираем. Прекрасно. Далее идет у нас с вами принцесска. Отсюда огненные духи также летят. Деву орда миньонов. Давно ее не было, по-моему, вам не кажется? Он либо уже сдался, либо сейчас просто не может подобрать момент. Да, он не мог подобрать моменты, чтобы скинуть эту саму орду миньонов. Но он ее скинул уже довольно поздно. То есть, раньше он скинуть ее не мог, а сейчас было реально поздно. Поэтому это победа. Он даже, кстати, ни одной из моих вышек не забрал. И поэтому это чистая победа. Вот что хочу вам сказать. Так, ну что. Надо побыстрее катать. 29 кубков. Потому что турнир уже вот-вот закончится. 5 минут. 10 кубков. 153 место я удерживаю. Ну, такой себе результат, по-моему. Мне в идеале сыграть еще 2 боя. Только если с такими темпами я буду искать оппонентов на этом самом турнире. Ничего хорошего из этого не получится. Так, мне немного... Что с моим ником? Он какой-то еще странный был. Ладно, вы этого не видели. Короче, 9 уровень. 252 кубка. Слушайте, здесь отлично себя зарекомендует. Я думаю, гигант, миньоны и потом еще и огненные духи. Давайте глянем. Соответственно, ух ты. Вот огненных дух я, пожалуй, добавлю здесь уже. Зря. Ой, не там. Не там они прилетели. Ёлки-палки, разряд. Пришлось немного по-иному скинуть. И, кстати, 500 хп я на вышке потерял. Но он, видите, что сделал. Он потратил сейчас много эликсира на эту связку. Потом еще скинул поизон. Поэтому я думаю, он сейчас тоже сможет потерять вышку. Хотя, не факт. Но в любом случае, я накоцал больше его сторону, чем он мою. Это уже стоит отметить. И я потратил меньше эликсира на то, чтобы нанести больше этого самого урона. Поэтому все неплохо. Вот что хочу вам сказать. Нужно знать, что у противника орда миньонов и гоблинская бочка. Обязательно это дело нужно учитывать. Поэтому, ребят, попробуем про все это не забывать. Так, ну что. Я думаю, нужно сейчас взять и добить у него сторону справа. Не, дружище. Твой сборщик не прокатит. И посмотрим, будет ли он сейчас тратить, например, разряд. Если он у него есть, к примеру, чтобы забрать все это добро. Смотрите, как я делаю. Да. Я, наверное, зря... По-моему, я это зря сделал. Ладно, здесь мне нужна еще одна принцесса однозначно. Смотрите. Я делаю так. Принцесса появляется. Коцает его гоблинов. Отлично. А моя принцесса вторая добила его орда миньонов. Просто вот просто. Можно? Братан, не расстраивайся. Это... Друга. Блин, мне его серьезно так даже немного жалко стали. Он увидел, что, знаете, летит бочка. Ее забирает моя первая принцесса. А мух, на которых он также надеялся, просто минусанула моя вторая принцесса. Боже. Ну, зато, ребята, у нас есть однозначный плюс. Мы с вами сейчас успеем сыграть еще одну катку. И это нам, возможно, поможет немного получить трофей. Замечательно. Возможно, кстати, противник ливнул, чтобы не терять свое время и успеть именно на еще один бой. Тоже такое не отрицаю. Так, ребят, 3 минуты. Давайте по-быстрому пойдем. 12 карт мы уже можем получить. Вообще опасно. Так, 9 уровень. Нам попадается 345 трофеев. Окей. Ну, наверное, про то, что какой у него уровень, я мог не говорить. Тут они, в принципе, все на одно лицо. Ни одного восьмого за этот турнир я вообще не встретил. Поэтому нормально. Здесь они как бы все одинаковые, по большому счету. Так. Угу. Угу. Так. Так, так, так. Варвары есть. Это неплохо. Так. Ледяной колдун. У меня долетели огненные духи до него. Так. Нужно еще сейчас попробовать минусануть его товарища, этого. Разряд. Срочно. Разряд. Быстрее. Блин. Не успел. Не успел засейвить свою принцессу. Если бы она у меня еще и выжила, в итоге конечном нам бы просто... Ой, я не того дал. Лол. Я дал не того. Хотя, если он сейчас заберет принцессу, будет супер. Он и принцессу не забрал. Офигеть. Вот это я зафейлил. Ребят, это мой фейл. Понимаете, да? Я поц. Я немного лыжанул. Так. И сейчас, скорее всего, будет не особо хороший размен для меня, потому что это... Это я получаю... Да ладно! Добыть не может! Разряд придется тратить. Серьезно, что ли? Хорошо, что я его скинул вовремя, потому что если бы я его скинул хотя бы немного попозже, было бы хреново. Так. Далее огненные духи сейчас будут впитывать урон. Надеюсь, и мухи позади смогут что-то сделать. Все понятно. Ни хрена мы с вами не сделаем, но зато сможем забрать... Ну, как забрать? Хорошо, в общем, прокусти его мага. Моя правая вышка страдает. Вот что хочу вам сказать. А его вышки почти не страдают. Вот что я также вам хочу сказать. И это нехорошо. Это, ребят, вообще не радует. И что-то нужно делать срочно. Наверное, заходить. Наверное, заходить на его, скажем, левый фланг. Давайте я скину гиганта позади, потому что смысла пока мне его скидывать возле мостика я не вижу. Нет, у меня нужная карта для этого дела. Вот принцессу сейчас, пожалуй, дадам. Она должна мне отлично помочь. Забираем, значит, многих его товарищей гоблинов. А после этого сейчас будем коцать его миньончиков. Принцессу, увидите их. Алло, принцесска, спасибо тебе. Крайне признателен. Так, коцайте. Не, ну вышку я потерял однозначно. Вышку я как бы потерял. Не ту карту скинул. Не ту карту... Разряд, быстрей. Надеюсь, вовремя скинул. Да, надеюсь, да. Так, быстро валим инферно. Отлично, гигант вроде как выживает. Там, правда, у него гоблины бегут, но ничего страшного. Будем сейчас коцать вышку его слева и урон нанесли мы вроде как хорошее. Далее забираем этих самых товарищей гоблинов. Пожалуй, еще добавлю огненных духов с этой стороны. Попробую добавить вот здесь миньончиков. Я думаю, это будет не так уж и плохо. Так, 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 так. Так, отлично, принцесска мне, надеюсь, поможет в этом всем деле. Гигант, только снеси, попробуй, друг. Ну, хотя бы попыточку сделай. Ну, попытка была, я видел, красавчик старался. Так, ладно, вторая принцесса срочно выдается. Нужно что-то предпринимать. С его вышкой однозначно. Гиганта тут дам. Пожалуй, еще докину фаербул здесь. Там же еще можно добавить разряд, скорее всего. Хотя, наверное, это не... Ну, не было в этом смысла, короче. Так, варвара, срочно. Так, ребят, 20 секунд. Что-то делать надо однозначно. Я не знаю, что делать. Скорее всего, шахтер. Шахтер. Да, он у меня пошел, конечно. Но что еще? К шахтеру надо бы добавить. Гигант, кстати, возможно... Да, гигант я зря уже скинул. Гигант я скинул абсолютно опрасно. Но в любом случае, мне кажется, мне бы здесь не победить было. Абсолютно не было никакой у меня уверенности в том, что я выиграю. Я, конечно, сделал так, но 20 хп так с вышки я не забрал. Поэтому, ребята, это поражение. А успеем мы еще одну каточку сыграть? Или нет? Сколько? Сколько времени там осталось? Успели? Нет, турнир окончен. Ну и, собственно, ребята, вот как-то так и получилось. Не попал я на какое-нибудь хорошее место, как я все-таки рассчитывал. Кстати, а где Костя? Мне вот что интересно. Ой, Костя... Костя что-то даже не видно. Вот он, 500 кубков. 500 кубков. Возможно, сейчас немножко повыше поднимется. Ну, короче, почти соточку заработал. А, ребята, я удержал в итоге, конечно, 152-ю позицию и получу 10 карт за этот турнир. Но, в принципе, это немного. Это для меня, ребят, был все-таки, как ни крути, такой мой первый довольно серьезный турнир. Проявил я себя не особо-таки хорошо, но я реально старался. Вы сами все это дело видели. А может быть, я мало времени уделил этому самому турниру, но сколько было, столько, в общем-таки, и уделил. В общем, ребят, вторая серия получилась по именно атакам. На этом самом турнире не столь длинная, как первая, но все же я старался. Большое, наверное, спасибо вам скажу за то, что вы, соответственно, смотрели мои сегодняшние атаки. Ждать этот сундучок я не хочу, потому что 500 человек, извините меня, их пока дождешься, пока каждый со всеми именно доиграет, это можно тут рехнуться. Поэтому я даже уже 153-й, видите, возможно, мне сейчас так вниз и скинет. Может быть, абсолютно все что угодно. Поэтому, ребят, короче, грубо говоря, 10 карт за этот турнир я получил копейки, но сам геймплей, думаю, того стоил. А вот этого товарища мне бы хотелось поздравить. Играл он, кстати, вот такой вот колодой, нужно будет тоже попробовать. Обязательно, кстати, давайте, знаете, как сделаю. Вот так вот. Что у меня из этой колоды абсолютно не прокачано? Мини-пека пятого, поизон, можно до третьего и ледяной дух, да, значит? Блин, ну если бы у меня в этой колоде не нужно было столь огромное количество карт прокачивать, я бы, возможно, рискнул этой самой декой поиграть, но пока пускай будет здесь, возможно, потом что-нибудь придумаем. Все, ребят, большое всем спасибо за просмотр, желаю всем тем, кто глянул счастья, удачи, здоровья, всего самого лучшего. Увидимся, ребят, с вами в ближайшем будущем на новом ролике. Всем, ребят, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok